Здравствуйте! Сергей Канашев и Руслан Васильев. О спорте в понедельник. Конечно. Зимой. Пока зимой. Самое время. Перед потеплением. Ну все, порадуемся за Дарья Домрычева, конечно же. За всю женскую команду. И погрустим о хоккей. За всю женскую команду. Ну да, и может быть попрощаемся, я бы даже сказал. Пора уже, да. С шансами, с реальными. То есть здравомыслящими шансами. Вот так бы я сказал. С шансами на выступление Минского Динамо в плыве. Конечно, мы не знаем, как они сегодня. А как бы не сыграли. Эдуайра в том-то и дело сыграют с Эдуардом Занковцов. Уже как бы они не сыграли, мне кажется, и тебе это кажется. И мы уже перекрестились до выхода. И практически уверены. Поэтому давай начинаем с биатлона. А, с биатлона. Вперед. Какая фемина. Ой, фемина, боже мой. Ну вот, очень радостно задали Домрычеву. Не все у нее пока, наверное, идеально проходит. Но золото и бронза это прекрасно. Вот я тебя сразу перебью. Вот это вот особенно радостно. Я не готов говорить. Тебе не радостно? А ей не радостно. Вот дело в том, что когда я невольно услышал о том, как... А почему не радостно? Человек выиграл. В субботнем, я тебе объясню, как у нее очень глобальные проблемы с лыжами. Она выиграла эти две медали. Причем спринтерскую гонку она вообще выиграла. А преследование в субботнем было третье. Не благодаря, вопреки здравому смыслу, и той реальной ситуации, которая есть... Рассказывает, что они услышали. У нее они, ну как, классическая история, они плохо скользят. Что интересно, что это у них уже какое-то семейное поверье. То есть преследует этот... Они и вчера у нее безобразно работали в эстафете. Поэтому она особо и не дергалась, пытаясь бороться за шестое место. Ну и вообще... Так а чем ее мажется? Нет, дело не мажется. А что? Понимаю, вот я когда услышал в субботу перед стартом гонки при преследовании и по итогам спринта дифферамбы, которые стали вдруг на белорусском телевидении петь нашей бригаде сервисменов, мне стало не по себе. Ну потому что, ну вы же как-то будьте реалистами и посмотрите хотя бы на те реакции физиономические, эмоциональные, которые были у Домрачевой в пятницу. После финиша она уже, зная, что она выиграла, она находилась в достаточно мрачном расположении духа. И все эти вот победные кличи, которые у нее в минуты, ну подлинного счастья, естественного, да, не наигранного, они вырывали сами собой. То здесь она немного сыграла в Домрачево. То есть Домрачево сыграла в Домрачево. Потому как у нее действительно очень сильно беспокоит скольжение лыж, пока что не получается. И та же Мяки Ряйнин, обратив в нее внимание, после преследования на пресс-конференции, она сказала то, что, ну может быть, не захотела очередной раз ранить нашу сервис-группу. И в первую очередь, в первую очередь, причем, дальше скажу, немца Данила Мюллера. Который первый сезон работает, да? Второй сезон, ну первый с лыжами Росиньоль. Сейчас расскажу, что я обогнала Дарью из-за того, что мои лыжи лучше скользили. Все, это, значит, в чем проблема? Итак, Домрачева перешла с Фишера на Росиньоль. Это вопрос контракта или это вопрос ее желания? Не понял. Контракт, это вопрос ее желания. Зачем она это сделала? Ну, наверное, есть был какой-то интерес. То есть, я думаю, что в том числе и финансового плана. Вот я про это и спрашиваю. Да, то есть, она отказалась от Фишера. Ей, наверное, предложили более лучшие условия в Росиньоль. При том, что это знаменитая марка. Она основная марка в горных лыжах. Вот в биатлоне на ней, допустим, гоняется Мартен Фуркат. Но что заключается, с чем работа лыж? Это нужно выбрать пары. Это делают уже фирмачи при помощи основного шефа сервиса, ну, то есть Мюллера. И дальше наложить так называемую углубицу в структуру. Это наложить рисунок, сделать надрезы такие по пластику, в которые затем будет входить. И вот этот рисунок, он, в принципе, при правильной смазке и обеспечивает скольжение. То есть, если рисунок неправильный, а смазка правильная, то они все равно плохо едут. И вот, к сожалению, выясняется о том, что Мюллер не может читать Росиньоль. Это уже исторический факт. Какие были же ему не давали, и что бы он с ними не делал, они не едут. Фирмачи в данном случае помочь не могут. Они говорят, ну, мы даем ей такой же отбор, с высоким требованием, как у Фуркада. У него едут. Это получается очень грустная история накануне Олимпиады. Это история... А ты говоришь... Ну, я же не знал. Не, ну, надо знать, нужно знать. Я тебя для этого и приглашаю, чтобы ты просвещал. Нет, ты должен был побеспокоиться еще в пятницу и позвонить мне. А ты же даже не позвонил, мне поинтересовался. Ну, почему у Дарьи в минуты триумфа такое грустное выражение лица было в зоне старт-финиш? Так, подожди, и что делать теперь? Обратно на Фишер нельзя возвращаться. А контракты рекламные? Ну, значит, если хочешь. Это второй выход. То есть первый, это все-таки найти какие-то интеллектуальные ресурсы или дополнительное кадровое усиление, чтобы расправиться с этим Росиньолем, чтобы он у нее поехал. Уже маловато времени остается, мне кажется, для экспериментов. Второй путь, как я вижу. Опять-таки, я не знаю, как там. Но я наверняка, мне кажется, что эти два варианта, они находятся и в блокноте у Дарьи. И второй, это уходить с Росиньоли и экстренно возвращаться на Фишер, который известен. И на котором работает вся остальная сборная, которая у Скордино и у Кривко прекрасно скользит. На Кривко девятый даже пришла, да, в гонки? Ну, да, преследование, да, на финишировала девятый. Это рекорд ее карьеры. То есть безошибочная стрельба плюс хорошие скольжения. У Дарьи, у Надежды великолепное скольжение. Даже Писарева более-менее двигалась. Да, я тебе больше скажу, даже мужчины скользят-то вроде неплохо. Елетно в первую очередь, да. Так вот, и вот эти два варианта. Значит, теперь, значит, заканчивая тему Домруча, которую нужно, безусловно, поздравить. Это ее первая победа в статусе мамы. Да. Причем молодые мамы наступают, ведь преследование выиграла мама двух уже, Чад, Кузьмина, родная сестра Шипулина, выступающая за Словакию. Это вот доказывает о том, что материнство и профессиональный спорт можно совместить. Удачно. И весьма удачно. Да. Если только, конечно, создавать условия, быть фанатом своего дела и иметь помощь близких родственников и федерации обязательно. Потому что что Словацкая поддерживает Анастасию, что Белорусская очень поддерживает Дарью, что ни для кого не секрет, и что она постоянно отмечает своих интервью. Таким образом, она не выступит на этой неделе в Анси. Да, она сразу это, ну, допустим, я об этом знал давно, но официально уже решили объявить сейчас, потому что там всегда были варианты, сомнения. Она уезжает в Анхольц. Это связано с подготовкой к алимпляне, да? Да, высокогорный, причем по-настоящему, мне кажется, она будет и жить, и тренироваться. Она будет жить высоко в горах, то есть это будет даже не среднегорный сбор, а высокогорный, скорее всего. И она будет там готовиться до новогоднего сбора, а уже на Новый год она 25-го числа все заедут в Хакфильцин. То есть команда после Анси, мы поговорим еще, кстати, о составе, какой будет в Анси, там есть интересные моменты, после Анси на недельную побывку дома, ну, традиционную, в принципе, потому что считается, что психологически, конечно, есть риски всяких вирусов, ну, и других болезней и так далее, домашнего бынта, все такое, но говорят, что психологически все-таки мы делаем выбор в пользу разгрузки, то есть пообщаться с близкими, побыть в домашней атмосфере, это очень ценно для спортсмена, которые уже не были дома с конца октября, то есть уже срок. Довольно долго, да. Два месяца фактически они не будут, ну, вот заедут, и после этого они с 24-го они вылетают в Хакфильце, и будут там до 1 января. С этим ясно, что по составу, ты говорил? По составу нет, то есть дома врачевый не будет, да. Да, и, значит, по существующим белорусским нормам нашего отбора на этапы Кубка Мира заданиями личными справились с Корзина и Кривко. Значит, они едут. Значит, точно так же на Кубке Айбю, ну, то есть выполнила условия для того, чтобы подняться в Кубок Мира, пускай там, наверное, так не очень убедительно. Словие это каково? Быть в двадцатке. Олимбекова. То есть Олимбекова тоже будет в Анси. И вот сейчас, вот, может быть, именно в эти минуты решается судьба Писарева и Юркевич. То есть есть такой вариант, что они обе отправятся на Кубок Айбю по тому, как они провалились в спринте. Они заняли места в девятом десятке в спринте Хакфильцина. И команда будет выступать только троем. То есть не имея права на осечку, в программе Анси лишь одна гонка в зачет Кубка Наций спринт, которая входит именно там, зачет идет под трём спортсменкам. А дальше при преследовании массовый старт. Но, тем не менее, это риск. Вот такой риск, конечно, я не знаю. А мне всё-таки думается, что кто-то из Писарева или Юркевич по решению уже Минска, потому что это финансирование, да, то есть это уже будем где-то решаться на уровне руководства Федерации, всё-таки поедет в Анси. А вот и обе две. Потому что, скорее всего, опять-таки я могу догадываться, что тренеры сделали заявку женской команды на обеих биатлонисток, несмотря на их. Хорошо. А мужской состав? А состав мужской, он тоже достаточно интересен. То есть Абышев заслужил того, чтобы подняться в кумбок мира. А по итогам Хакфильцина, после действительно провального выступления, то есть только Смольников, и то только лишь потому, что он не выступал в личной гонке. Да, смешно. И тренеры, я думаю, что должны просить за Елётного, потому как при всех его проблемах со стрейбой он самый быстрый. Да, он самый быстрый. Я думаю, что, скорее всего, мужчин будет только трое. Елётнов, Смольский и... Я, так как бросил сегодня взгляд, посмотрел, что там Бочарников, конечно, очень плохо. Пока не получается. И Пелин тоже очень плохо. Ты видишь, ну, а россияне тебе говорят, ну, Шипулин тоже очень плохо. И действительно, вот Шипулин, Волков вообще никак. Вот что-то... Понимаешь, я сторонник того, что всё-таки пока... Ну, вообще хвалить не за что. Лодчика пока надежды не появилось. Ну, плюс ещё вот идут эти моменты, как говорят в народе, с глаза, как в эстафете, когда человек в день рождения уже на пятом шаге... Год назад, в свой день рождения Юрий Лядов занял 105-е место в спринте последнее в Эстерсунде. В день рождения. А Бочарников не в день рождения упал в Хахфильцине, по-моему... Может быть. Что-то вот у них... Именно это какой-то сглаз уже пошёл. То есть и это уже задало ход всей эстафете. В общем, ну, то есть какой-то... Ну, действительно, ну, хвалить пока я согласен. Пока нет за что, но остаются просто терпеть. Вот знаешь, ты помнишь... Нет, ты помнишь, как водитель в Сонче нам рассказывал? Тупо вперёд, да? Тупо вперёд, да? Вот в нынешней ситуации нам надо терпеть и тупо вперёд, и надеяться на то, что... Должно проклюнуться. Год назад точно такая же ситуация была. Нет, нет, нет. Тупо вперёд, терпеть. Вывод в февраль, в февраль был чемпионат мира. О чём ты говоришь? В Фильтоне год назад. О чём ты говоришь? Результаты не стали лучше. Сергей, ну ты голословно заявляешь... Нет. Ну как нет? Я смотрел результаты, выписывался две колонки. А третье место... Чепелина? Ну так где? В индивидуальной городе. Так наоборот, начало сезона, начало в преломлении на мужчин был подъём. То есть это было призовое место. Да слушай, ну больше ж кроме этого третьего места даже близко ничего не было. В декабре прошлого года... Это из разряда раз в год и палка стреляет. Так подожди, ну в декабре прошлого года ты ж об этом не знал. Ну ты ж об этом вот ровно год назад не знал. А какая разница, знал я или не знал. И мы наоборот в этой студии... Как будто это что-то меняет. Ты не понимаешь. Я говорю о проекции. То есть ровно год назад мы, мужчин, наоборот, была надежда именно из-за этого третьего места Чепелина. Да не было никакой надежды. Это сейчас так. А еще год назад была надежда на Елёд. Ну он там что-то один раз с дуру попал, по-моему, в призыв какие-то. Ну как тебе сказать... И все говорили, ай-яй-яй, подрастает. И с тех пор вообще ничего. Вот и все надежды. Значит, что значит еще ничего? Вот мне эта голословность, конечно, чуть-чуть не нравится в тебе. Ну серьезно. Ну как так? Это бы ничего у биатлонистов-мужчин. Да хотя бы лыжникам. А это смотри, это призовое место на этапе Кубка Мир. А до этого Елёднов был не в призах, а только 15-й в спринте. В Эстерсунде 2015, да? Но на чемпионате мира 2015 были два тринадцатых места у Чепелина. Не надо пролыжников. Не надо. В биатлоне какие традиции? А у лыжников какие? А какие у лыжников традиции? Призоры чемпионатов мира, призоры Олимпиад, Корниенко, Давидович. Да, что ты сравниваешь, да, Сашурин, Попов, Айдаров, Рыженков, там люди глыбы, которые в чемпионате мира выигрывали. А ты мне про лыжников. Ну хорошо. Так вот в этой проекции, как ты любишь говорить, биатлон все равно у нас получается. В общем, давай пока мы скажем так, что после ухода, Новикова из биатлона в Сочи, да? Ты помнишь, как, кстати, мы с ним прощались, да? Помню. Это было щемящее чувство, и мы понимали о том, что это уходит последняя глыба из команды. То есть подлинного лидера, настоящего мужика в команде, который был бы стабилен и добивался бы прогресса, нет. Это есть на самом деле, это святая правда. Я думаю, что здесь мы сойдемся. Хорошо, давай ко второй теме к хоккею. Там мы тоже сойдемся. Я думаю, там мы еще быстрее сойдемся. И будем друг другу нравиться. Поехали ко второй теме. Да, я забыл. Я же самый тяжелобольной в мире человек. Самый тяжелобольной. Что ты стоишь? Что ты стоишь? Ты же собирался быть мне родной матерью. Очень печально. Мы с тобой в пятницу говорили, что если... Шесть очков не наберет. Шесть очков Динамо не наберет, то прощаемся с плей-офф. И действительно прощаемся с плей-офф. Лично у меня нет уже никаких сомнений, что мы туда не попадаем. У меня тоже нет. Но все еще хуже. Ну, потому что... А действительно все еще хуже. Все очень мрачно. Ты подумай. Тут у нас, как всегда, как-то люди в декабре не федерация живет своей какой-то тихой, спокойной жизнью. Ну, готовься к молодежному чемпионату. Лера команды. Кстати, Шарангович сегодня играет последний матч за Динамо в этом году. В этом году. Да, хорошо. И Дерябин, кстати, тоже. И едут в молодежку. Я просто подумал, когда обнаружил, что на матче одноклубников из Минской Риги находится старина Дэйв. По фамилии Льюис, который в ложе сидел с Андреем Мезином. И Мезин ему что-то энергично рассказывал. А Льюис сидел немного развалясь. А как мы будем играть на чемпионате мира в Дании? Ведь на этот раз, если кто-то, может быть, не до конца еще это уяснил для себя, никакого усиления у нас уже точно не будет. Просто усиливаться нет. Откуда брать-то? Уже все. То есть, фактически, ну, даже там и Костицыны уже никакие. Так как кто-то травмирован, второй ничего не показывает. И больше ни гробовского нет. Все. То есть, вот то, что мы имеем, кого мы имеем в Минском Динамо, это должно стать нашим ударным отрядом. Я хочу тебя спросить, кто будет отбивать шайбы, кто будет обороняться, кто будет забрасывать. Простите, сколько мы шайб забросили за последние четыре матча? Даже не сосчитали. По-моему, три. Так много, что у меня не хватает пальцев. Уфе насухо, потом одну, одну, одну. Ты смотри, мне вообще немножко непонятно. По ходу сезона они то, сколько уже игроков выставляли на драфт отказов, потом брали обратно. В итоге Кулакова убрали. Ну, так только одного выставляли и взяли обратно. Это нашего защитника, девятого номера Дюкова. Ну, а Матирухина выставили, его просто никто не подобрал. Вот он и играет там еще, да? Да, играет. Куда же он денется? Нет, смотри. В сборную говорили, его нужно брать. Осталось сыграть после сегодняшнего матча со Слованом. Останется сыграть 15 матчей в чемпионате. Так много мучений. 10 очков и две игры в запасе у команды, которая сейчас идет в Сочи. И плюс еще там уже матчи, по-моему, нет. То есть, да, выезд у нас СКА в гостях, СКА дома. Выезд в Магнитогорск и игра с автомобилистом. Легких нет. Сегодня Слованом нет. Ну да, сыграем мы еще два раза или три с Сочи Динамо. Потом со Слованом еще столько же. Но, как показывает практика, это тоже ничего не решает. Ты пойми, играть-то некому. Ведь если... Ну я тебя уже... Все, забудь о Динамо. Ты же сам сказал. А нет, я не могу забыть. Еще знаешь, что вот меня очень... Ты подумай, кто играть за сборную будет. Немножко удивляет, что сезон для хоккеистов Минского Динамо закончится. Де-факто 25 января, когда будет сыгран последний матч перед Олимпийской паузой. Потом останется еще 27 февраля и в марте один матч. Но они для нас уже наверняка ничего решать не будут. То есть, 25 января у всех хоккеистов заканчивается сезон. Это к вопросу о сборной ведь тоже. Они не имеют никакой игровой практики. Они будут только тренироваться. Нет, ну ты правильно. Ты считал ситуацию, но не сделал следующий шаг. Ведь почему я сказал о том, что федерация молчит? Нужно уже... То есть, у нее должен быть план, чем занимать людей. Я считаю, что для того, чтобы хоть как-то спастись на майском чемпионате мира и не вылететь, то есть, нужно сделать этого Льюиса, посадить за стол и не выпускать из кабинета, и тем более из Минска, до тех пор, пока он не предложит план подготовки сборной, не начиная с апреля, а начиная с января месяца. И если мы к Новому году, а к Новому году уже все убедятся в том, что мы не попадаем в плей-офф, не начнем планомерно готовиться к чемпионату мира на базе Минского Динамо в режиме постоянно действующего сбора, как это делают тяжелоатлеты, то у нас в мае будут большие неприятности, и мы вылетим из высшего дивизиона. Вот так я вижу эту ситуацию, никак и иначе. Она действительно, на мой взгляд, кризисная и критическая. Кто будет забрасывать шайбу? Это уберите еще... Ведь в матче с Ригой, Дуайр постоянно чуть ли не через смену уже в третьем периоде выпускал легионеров, и они пытались эту игру спасти. И Скилли забросил. И спас Саграньяни. Кстати, я часто ругаю Марка Андрея, но это был очень хороший пас. Но он только один. И этот пас и этот гол не спас в общем ситуацию. Пас спас, кстати. Кстати, спецпередача вон Скилли. И нужно думать уже сейчас о сборной. Я, конечно, хотел бы, чтобы неожиданный фейерверк физических сил эмоций, да, озарил минских динамовцев, и они продолжили бы борьбу за плей-офф бы на самом деле. Совершенно не похоже на это. Мне кажется, что пока мы ждем, что они станут играть лучше, получаем ровно обратно. Вот поэтому нужно готовиться к тому худшему. А точнее вообще готовиться к чемпионату мира, начиная с января. А не так, как мы... Вот закончится, потом Льюис приедет в феврале, потом опять уедет, а потом он приедет в апреле. Иначе все, начиная с января, это должна быть сборная уже. Которая пускай эти 4 месяца готовится к чемпионату мира. Только потому что что-то нужно делать. Потому что если мы не возьмем организации, то чем нам брать в Дании, я не знаю. Да, есть проблемы и очень большие. Поэтому матч со Слованом, ну, как бы сегодня не закончился. Да, начнется он буквально через 3,5 часа. Хорошо, на этом у нас все. Сергей Камашин и Руслан Васильев. Надеемся увидеться в пятницу. Пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин